А теперь представитель демократического выбора Казахстана. Здравствуйте, ублагодарю госпожа модератор. Меня зовут Ельдос Насиппеков, я координатор штаба оппозиционного движения демократический выбор Казахстана. Сегодня я хотел бы обратить внимание делегации на работу Офиса Уполномоченного по правам человека в Казахстане. Власти Казахстана презентуют Офис Уполномоченного по правам человека как меру, направленную на защиту прав человека в Казахстане. Однако приходится констатировать, что деятельность нынешнего Уполномоченного и предыдущего остается неэффективной. В этой связи я перечисляю несколько примеров. Офис Уполномоченного по правам человека в Казахстане, в отличие от даже соседнего Кыргызстана, не реагирует на публичные обращения представителей гражданского общества. Например, правозащитники неоднократно, публично и непублично просили Уполномоченного посетить политических заключенных Марата Жламбаева, Думана Мухаммедкаримова. В связи с ужасающими условиями заключения, но Уполномоченный либо просит у правозащитников доверенности от этих лиц, либо отправляет своих региональных представителей, либо перенаправляет обращение в прокуратуру. Иными словами, никаких эффективных мер не принимается. В экстренных случаях важно, чтобы Уполномоченный оперативно реагировал на обращение гражданского общества, не создавая бюрократических препятствий. Региональные представители Уполномоченного, если и посещают политзаключенных, то просто имитируют деятельность, никак при этом не помогая решать проблемы. Также обращение гражданского общества Уполномоченный просто пересылает в прокуратуру. Возникает вопрос, а зачем тогда Уполномоченный, если мы и сами можем обратиться в прокуратуру? Считаем важным, чтобы Уполномоченный лично посетил политзаключенных Жламбаева, Мухаммедкарима и Айгирим Тлюжан, чтобы, во-первых, привести условия их заключения в соответствии с законом, а во-вторых, содействовать их освобождению в связи с политическим мотивом преследования. В контексте вопроса защиты прав на мирные собрания и ассоциации, хотел бы отметить, что 6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции. В преддверии референдума активисты хотели мирно протестовать против строительства атомной электростанции в Казахстане, тем более российской корпорации «Росатом». Но власти 45 раз отказали в проведении мирных собраний в 11 городах. Задержали несколько десятков человек, а в день референдума полиция заблокировала активистов в их домах. Власти открыли политическое уголовное дело о якобы подготовке к массовым беспорядкам. Дело было сразу засекречено. Поэтому странно, когда представители власти говорят о якобы простых преступниках, когда все действия властей лишь подчеркивают политический мотив преследования. Это дело должно быть закрыто, а все арестованные отпущены. В заключении хотел бы поблагодарить организаторов и участников конференции. Отдельно хотел выразить нашу благодарность делегации США за поднятие вопросов прав человека в Казахстане и упоминание наших политзаключенных. Наше движение привержено построению подлинной демократии в Казахстане, а также открыто к более тесному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами. Спасибо. Спасибо.